Сегодня мы услышим окончание повести сказки Александра Шарова «Приключения ёженьки» издательства «Детская литература», 1975 год. С этими словами мышь села, но все так оглушительно закричали «Пусть говорит слово большой слоново-пальмовой мыши капитану!», что она, в конце концов, рассказала о некоторых событиях своей жизни. О том, как она воспитывала слона и никогда не шлепала его, не ставила в угол, хотя было за что. И как она дрессировала ястреба, чтобы он перестал разбойничать, а честно зарабатывала себе на хлеб, перевозя через моря некоторых капитанов, если уж они позарез понадобились на каком-нибудь далеком острове. И как она стояла на капитанском мостике и командовала чудовищем, так что голос её заглушал рёв в буре. «Право руля, лево тру-ля-ля!» И как сам старый вулкан, совсем было собравшийся извергнуться и залить лавой все моря и острова, залюбовался ею, да и передумал извергаться. И всё повторял, что, конечно, на худой конец можно дожить век, как вулкан, но насколько чудеснее было бы хоть немного походить на такую вот большую слоново-пальмовую мышь капитана. «Ничего», — сказала я ему, чтобы старичок не огорчался, — «когда-нибудь в свободное время я научу тебя капитанскому делу, и ты ещё успеешь кое-что повидать». Так она рассказывала и рассказывала, а художник кивал головой и улыбался. Ему очень нравилась эта маленькая, большая слоново-пальмовая мышь. А морская корова, которая сидела за столом рядом с мышью, хотела сказать своему любимому морскому телёночку, что эта мышь и действительно очень храбрая, если всё говорит, не умолкая, когда на столе столько вкусного, и не боится, что всё съедят без неё. «Вот с кого надо брать пример», — хотела она сказать своему телёночку, но не сказала, потому что рот у неё был набит конфетами. А потом все попросили рыбу-бутылку спеть её песенку. Она сказала, что у неё болит горлышко, и вообще она не в голосе, но потом очень хорошо спела. «Я волшебная бутылка, да-да-да, и не страшны мне ни горе, ни беда». Ей очень хлопали, и громче всех хлопало чудовище. От букв выступила молчаливая буква «Ч» и сказала, «Главное — быть настоящим человеком, и не быть чёрствым, и не быть чужим для других людей. Человек к человеку должен относиться по-человечески». «И к человечкам тоже», — прибавила ёженька. «И к зверям», — сказал белый медведь. «И к рыбам, китам и дельфинам», — сказал дельфин. «И деревьям, цветам и травам он тоже не должен быть чужим». Заикаясь от волнения, прошелестела конфетная пальма. А потом ёженька сказала, «Чудовище Петерога все называют чудовище, а ведь оно совсем не чудовищное. Давайте будем называть его Чуб. Это хорошее имя». «А может быть, дадим ему имя Мичуб, милый Чуб», — сказал художник. Всем это понравилось, все закричали. «Ура! Мичупу!» А мышь про себя пропищала, что лично она не признает такого рода хвалебных прозвищ. «Не позволю же я себя называть Мимышь, милая мышь, или Хромышь, храбрая мышь, или Мумышь, мудрая мышь». Скромность, скромность и еще раз скромность. Вот чего, к сожалению, не понимают даже некоторые добрые художники. Потом крикнули громкое «Ура!» в честь конфетной пальмы. Тогда от радости на ней выросли конфеты, которых раньше не было никогда и нигде на свете. Эти конфеты называют вот так. «Е-те-в-са-на-те-ф-но-кя-ан-сук-вя-я-мас». Даже название этой конфеты не выговоришь. А как описать вкус ее, когда она и шоколадная, и мармеладная, и сливочная, и леденцовая, и ореховая, и зефирная, и ананасовая, и мороженая, и пирожная, и всякая другая? Если уж очень захочется самому попробовать эту конфету, надо выучить ее название. «Е-те-в-са-на-те-ф-но-кя-ан-сук-вя-мас». И надо прочесть это название наоборот. От последней буквы до первой. Интересно, что получится? И надо узнать, где сейчас находится конфетная пальма. Ведь говорят, что после своего плавания через океан она очень пристрастилась к путешествиям. А когда ты отыщешь на конец конфетную пальму, надо ведь еще обрадовать ее. И ну и скажет, что это совсем легко. Иногда радует даже просто улыбка, даже просто одно вовремя сказанное слово. А другой ответит, что такая улыбка и такое слово – самые редкие и драгоценные дары на свете. Несколько минут за столом было совсем тихо. Все ели конфеты «Е-те-в-са-на-те-ф-но-к-ян-су-э-ва-мас». А потом, потом, к сожалению, мама тюлениха оказалась права. У самого младшего тюлененка ребенка заболел живот. Доктор Дятел не смог ему помочь. У него не было тюлених лекарств. И тюлени заторопились домой. И морские зайцы, моржи, морские коровы, белые медведи, пингвины королевские и пингвины простые, киты и дельфины, мечрыбы и селедки, морские звезды и медузы. Словом, все-все тоже заторопились домой. Потому что в звериных и рыбьих школах кончались каникулы. И надо было поспеть к началу занятий. Дорога не близкая. Все-все распрощались друг с другом, расцеловались и поплыли по домам. Кто на север, кто на юг, кто на восток, кто на запад. Они плыли и пели еженькину песню. Плывем сквозь волны в те края, края родные, чтобы сберечь весь белый свет от тех, кто злые. А добрый художник и его дети стояли на берегу и махали рукой. Мечуб махал лапой, конфетная пальма листьями, коршун крыльями. Еж-ежище всеми своими иголками. Конец.